Приветствую вас! Мне бы хотелось сказать, что в вашем сообщении, в вашем письме, вообще-то говоря, отсутствует уточнение о том, как вы себя позиционировали по отношению к мужчине. То есть, как вы себя с ним вели? Вот он симпатию к вам проявлял, как вы говорите, потом на следующий день, там, ресторан, кино, все это было, все хорошо, тут понятно, проблем нет. А как вы относились к мужчине? Понимаете, если вы недостаточно активно проявляли по отношению к нему симпатию свою, то он мог легко подумать, что, вообще-то говоря, ну, не так он вам нужен. И тогда нет ничего удивительного в том, что он ведет себя подобным образом. То есть, игнорирует вас. И хотя, да, я понимаю, что это, безусловно, очень неприятно для вас. Я понимаю, что вам это все неприятно и тяжело. Но можно говорить о том, что вы волей-неволей как-то сами создали вот такую вот ситуацию. Понимаете? И исправить ее можно только определенным своим поведением. А каким поведением я вам расскажу? Конечно, попробую помочь. Но попробуйте ответить себе сами для начала вот на этот вопрос. Потому что он очень важен. А дальше, следующий момент. Это момент о том, что вы пишете, значит, что вот прошло 8 часов, мужчина не ответил на ваши смс и так далее. Занят он не был. Вы понимаете, какая получается ситуация? Да, мужчина не был занят, это понятно. Но я отвечал он вам, не обязательно потому, что вы для него не важны. Я отвечал он вам потому, что хотел показаться независимым. То есть, по сути, я хотел показаться вам тем, кем вы видитесь для него. И вот это уже, на мой взгляд, достаточно серьезная проблема. Почему он хочет казаться перед вами таким независимым. Почему он хочет казаться перед вами таким вот понастоятельным и так далее. Это, вообще-то говоря, очень серьезная, на мой взгляд, проблема. Потому что от этого зависит ваше будущее. Будущее ваше отношение. И вот поэтому на это стоит обратить внимание в первую очередь. Следующий важный момент. Значит, момент заключается в том, что по одному только смс действительно приглашусь здесь. С коллегой по одному только смс не стоит делать выводы о том, нравится ли вы ему или нет. Одна смс, к сожалению, не способна отразить истинной симпатии человека по отношению к вам. Но, видишь ли, действительно он заставил вас ждать, и это не очень хорошо. Проблема заключается в том, что вы стали замечать, что его интерес пошел на уголь. И это значит, что дело не только в смс, как я вас понял. Дело в чем-то другом. Возможно, мужчина чувствует, что его ожидания, которые он возлагал на вас, не оправдались. Возможно, мужчина чувствует, что что-то ему не нравится уже в вас и так далее. Знаете, вам нужно с ним встречаться, вам нужно с ним общаться и разговаривать, проявлять свою симпатию ответную. Если в ответ на вашу симпатику мужчина будет вести себя так, вот тогда этот наш, что вы ему не интересны. Охлаждение и безразличие проявляются тогда, когда человек не отвечает должным образом на проявление чувств и симпатии по отношению к самому себе. И вот в этом и заключается основная точка, на которую вам стоит опираться, и от которой вам стоит опталкиваться. Потому что много может быть причин, по которым он не отвечал вам на смс. Ну вот, допустим, опираться на маму, хотя бы уже 8 часов. Ладно. Напишите ему еще одну смс. И посмотрите, как он будет отвечать на нее. Если будет отвечать так же, значит, действительно, вы ему не очень довольны. Если ответит сразу, значит, по каким-то причинам не мог. Такое бывает. Наконец, может быть так, что он знал, что смс от вас придет. Знал. Но не увидел ее. Пропустил. Просто случайно смогла его отвлечь, и он не увидел. Не услышал, что она пришла. Кличка много случайностей, чтобы опираться на смс в суждениях о охлаждении к вам чувств. Поэтому, нет. Не обязательно, если мужчина отвечает на смс по 8 часов, вы ему не возьмете. Не обязательно. Важность проявляется в отношении к вам. Важность проявляется в желании что-то делать для вас. Симпатией. И поэтому, если вы симпатию ему не проявляли, как таковую, много, то обоблёбывайте это сделать и посмотрите. Может быть, у него откроется здоровье с дыханием. А может быть, и нет. Но тогда это уже будет отначально верняка, что вы ему не возьмете. И тогда нужно подумать, а что случилось? Почему он охладел к вам? Есть ли ваша ответственность в этом? Или нет? Чтобы у вас не осталось каких-то, вот знаете, комплексов, каких-то невыраженных переживаний, чтобы вы не страдали. Это очень важно. Если у мужчины чувства прошли сами по себе, то вы ничего с этим проделать не могли. И это проявится. Не в СМС в отношении. В отношении к вам. Если вы сами повлияли на то, что чувства у него ушли, осознанно или неосознанно, неважно, но повлияли, то постарайтесь, постарайтесь сделать так, чтобы это было в последний раз. Чтобы не было больше такого, что по вашей ответственности, неважно, насколько она отвечает за это, неважно, чтобы вашей ответственности в том, что чувства у мужчины ушли, не было. А для этого нужно правильно выбирать ваше поведение. Ваше поведение по отношению к нему. И вот тогда проблем, я уверен, как таковых не будет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.